здравствуйте мои уважаемые зрители на дворе у нас 31 марта и мой первый материал сегодня будет особенный дело в том что вчера вечером я дал интервью большое ну кстати очень такое насыщенное много вопросов по делу я вот вы знаете сегодня когда пересматривал утром скажу так сразу очень насыщенный четко 1 такое получилось интервью которая ну вот на самом деле отвечает сразу на огромное количество вопросов которые мне задают том числе и в комментариях почему я дал интервью вот это малоизвестному донецкому youtube каналу ну я думаю 99 процентов людей которые сейчас меня смотрят не знают откуда породилось это чудовище до который вы сейчас видите на экране так вот интервьюер юля да вот это одна из тех особ которая породила в интернете это чудовище она много недель меня тащила в youtube ну и скажем так она приложила больше всего усилий для того чтобы именно сюда меня вытащить именно по этой причине юлия никогда не отказывай интервью и слава богу она не слишком злоупотребляет своим таким особым положением но вот вчера вечером она это сделала и результат я считаю получился очень даже хорошим 50 минут концентрированных ответов на вопросы прилагается вашему вниманию ну и ссылка на канал дядя ваня мир донбассу мира донбассе я даю текстовой строке под видео приятно вам всем просмотра добрый вечер всем вы смотрите прямую трансляцию канала дв стрим мир донбасса мира донбассе ссылку на трансляцию вы можете найти под этим видео или в группе вконтакте дв стрим мир донбассу мира донбассе также в телеграм-канале гнома 77 юр ты вчера записал видео которое закончил словами что все это было скажи мне пожалуйста сегодня ты можешь нам рассказать что же все что же это было то да и по большому то счету вчера сделал еще одно видео где немножко дальше продвинул дает вопрос то есть принципе у меня даже не у меня даже вопрос был этот вопрос мне задали люди которые живут сегодня на украине который активно способствует тому что быстрее украина была деноцифицирована деоккупирована со стороны бандеровцев и вот эти люди когда первые были здесь вернее когда было объявлено вот то что объявил мединский с фаминым когда они зачитали трясущимися руками и дрожащими голосами вот то что не зачитали был один сплошный вопрос что это было я этот вопрос по их просьбе переадресовал тому кому бы это следовало то есть руководство российской федерации что это было хотя безусловно и понимал то есть маркеры которые объяснил что они о том что все равно никакой капитуляции то есть никакого перемирия потому что любое перемирие в данном случае с вот этим режимом это капитуляция моё можно потом назвать как угодно победой перемотой но это капитуляция капитуляция перед западом поэтому я объясняю я понимаю что и вижу те события вижу те подготовку которая ведется к дальнейшему наступлению я так понимаю на одну не один месяц еще займет эта компания. Так вот, все, что я вижу, я вижу, что это все будет. Но вопрос не задать я не мог. Тем более, что главной задачей вот этого вопроса было все-таки показать руководству России, что, возможно, я уверен, что там есть сомневающиеся, что нужно двигаться в этом направлении и никак иначе. И вот я думаю, что вот вчерашний день в руководстве России, даже если были какие-то сомневающиеся, он показал, что сомневаться не надо. Потому что если любое российское руководство, если оно примет вот эту капитуляцию, ему будет очень трудно оставаться руководством. Скажи, пожалуйста, а ты получил ответ на свой вопрос именно от руководства, либо какие-то косвенные признаки того, что тебя услышали? Тебя, может быть, не только тебя? Нет, Юль, ты не поняла. Мне не нужно отвечать, у меня вопросов не было. Я и так вижу, что не будет никакой капитуляции. То есть я просто, ну, как бы, как я считаю, что это мой гражданский долг, просто помог, мне кажется, руководству России, маленькую там, немножечко, да, чуть-чуть соломинку, маленькую сделал, внес, чтобы оно окончательно определилось. Помог в том числе Владимиру Путину, чтобы, если там есть какая-то внутренняя фронта, чтобы, опираясь на воле изъявления жителей России, чтобы он, соответственно, действовал. Слушай, ну смотри, но ведь на вопрос, что это было, ты так и не ответил. Что это было на самом деле? Это была проверка общественного мнения россиян. Либо это переговорили Мединского, либо что вообще, почему это было? Главное, в такой жуткой форме это было преподнесено. Ну вот я считаю, что господин Мединский не соответствует той должности, на которой он сейчас находится. То есть можно было то же самое, вот абсолютно то же самое сказать совершенно иначе. Это было воспринято было иначе. Но так как он это сказал, ну это либо профнепригодность высочайшего уровня, ну либо если он актер, то тогда он враг. То есть я не говорю, что он враг, но это, мне кажется, профнепригодность высочайшего уровня. Это мое мнение. Я не могу давать советы руководству Российской Федерации. Я думаю, что выводы будут сделаны. Сегодня он записал еще одно объяснение. Видел? Ага, оправдание. Оправдание перед народом. Видел? Видел, да? То есть как бы... Как ты думаешь, поменяют Мединского на переговорах или так как все равно договориться не удастся, то и оставят, пусть переговариваются? Я вообще не понимаю, зачем эти переговоры. Никто не собирается менять пленных. Никто не собирается открывать гуманитарные коридоры. Для чего эти переговоры? Они ведь создают проблему, иллюзию, что могут быть такие договоренности. А это очень сильно расслабляет и приводит к недоумению и солдат на фронте, и людей, которые помогают в тылу. И тех, которые... В первую очередь тех, кто помогает за линией фронта. А от них, я вас уверяю, от них очень много зависит. Настолько много, что вы даже себе не представляете. То есть, они, по твоему мнению, приносят больше вреда? Я считаю, да. Намного больше. Понятно. Ну, будем ждать, чем все это завершится. Но у меня есть мнение, что показывают, что Россия готова переговариваться, а вторая сторона недоговороспособна. Знаешь, уже это все в прошлом. Вот сейчас уже нечем, некому чего показывать. Война настолько открытая и откровенная, что сейчас нужно больше думать о том, что думают не на той стороне, а на этой. А на этой вот это вот воспринимается очень нехорошо. А вообще, вот ты записывал несколько достаточно таких негативных, не негативных таких, а советов, что надо делать. Тебя услышали? Судя по ответной реакции, да. И мне, так сказать, приходили сигналы, что да. То есть, есть смысл вот таким образом обращаться? Есть. А вот еще у нас как-то, не помню уже после какого-то из твоих таких критических видео, вопрос был в чате. Зачем это говорить на весь мир? Надо пойти вот, ну, нормально обратиться к кому-то. Например, какой-то вопрос. А, по-моему, это был вопрос про таможню. Нет, вот именно вот так нельзя. Потому что, знаете, вот я уже изучил российское чиновничество. У них есть такой, я считаю, отрицательный сбор. Хотя, наверное, для чиновника положительный. То есть, он не думает, он просто исполняет. То есть, он получил инструкцию, он ее исполняет. А любая инициатива, она наказуема. И если пойти на самую низшую, пусть не самую низшую, но низшую ступеньку, а между ними еще будет несколько ступенек, то на какой-то из этих ступенек обязательно появится чиновник, который тормознет этот вопрос. Просто для того, чтобы, ну, а зачем оно мне надо? Вот наглядный пример, да. Вот мне один мой знакомый рассказывал, он беженец, у него есть удостоверение беженца, и он хотел получить российское гражданство. И он, по закону, он имеет право совершенно спокойно получить гражданство без всяких ВНЖ и так далее. Но он его не может получить уже на протяжении 4-5 лет. По какой причине? Одна простая причина. Просто эта категория людей, она дальше должна, так сказать, на ФМС, на низшем уровне проверяются документы и отправляются в вышестоящую организацию, потому что там решение принимают в Москве. И вот один, он ходил, оббивал ногами вот эти все пороги много лет, и один уже чиновник местный сжалился над ним, объяснил, почему это бесполезно. Говорит, понимаешь, мы должны отправить твои документы, но мы тебя заворачиваем по одной причине. Мы боимся, что мы что-то неправильно здесь оформили, и если наверху увидят, то мы получим выговор, либо нас выгонят. А нафиг оно нам надо? То есть чиновнику проще не сделать, чем... Проще тормознуть, да. Не сделать, чем... Даже если он видит, что это нужно, важно, проще не сделать, сделать вид, что этого не было, и спокойно жить дальше. Ну, надеюсь, что жить дальше-то им не получится, если будут громкие отцы. Ну, поэтому я, почему я обратился напрямую? А этот вопрос, он не терпит отлагательства. Понятно. Вопрос тебе по Мединскому, из чата. Кнут и прянет. Кнут Кадыров, пряник Мединский, или там подковерная война башен? Да не хочу даже разбираться. Я считаю, что это вредно. Я сказал свою гражданскую позицию. А там пусть разбирается. Как говорится, Кремля больше имеет информации, и он исходит из чего-то. Это его право и его обязанность перед народом. А, так. Передать тебя просят, что все сводрят и ждут твоих сводок. Подсадил всех знакомых, а за окном сирена воет. Класс. Ну, то есть, это с территории оккупированной Украины, пишут. Пока оккупированной. Пока оккупированной Украины, конечно. Есть ли предпосылки того, что Донбасс войдет в РФ, или просто было пустословие Пасечника и Пушилина? Наверняка, почти наверняка. На 99,9-х он со временем, причем в очень близкое время, войдет в РФ. Просто после того, как было принято решение начинать военную кампанию по Украине, дальнейшее содержание ЛНР, ДНР как отдельных осколков не имеет никакого смысла. Это имело смысл только в случае политического решения по Украине. О чем мы с тобой многократно и говорили. Сейчас этого нет никакого смысла. Конечно, не войдут. Не войдут. Войдут! Смотри, а остатки территории Украины без Донбасса, они, получается, по твоему мнению... Там будет очень интересный сценарий, мне кажется. То есть там мне тоже пишут в Украине. Ну, вы же понимаете, вы сейчас даже завоюете нас, а потом мы на первых же выборах сбросим любое ваше правительство. Я ему отвечаю в таких случаях. А вы уверены, что будут выборы? Вот чего вы так уверены, что у вас будет выбор? Ребят, у вас был выбор до 24 февраля 2022 года. После этого момента у вас выбора нет. Нравится это кому-то или нет, это, как говорится, его уже проблема. Так это будет подконтрольная России территория? Вот самое правильное слово. Подконтрольная Россия территория. В каком статусе, это вопрос обсуждаемый и многовариантный. Несколько вариантный. Но что это будет подконтрольная Россия территория после 24 февраля, это очевидно. Она будет иметь статус со временем. Но, тем не менее, причем, что уже вот сейчас, после вот этой черты, которая была передана 24 февраля, вероятность того, что она долго будет независимой страной, ну, очень маленькая вероятность. А вот в западных СМИ ходят карты, гуляют разделы Украины. Как ты думаешь, возможен ли раздел Украины? Это самый вероятный сценарий. А, то есть, скорее всего, так и будет. То есть, Польша и Венгрия могут рассчитывать. Обязательно попробуют. Попробуют. Нет, попробуют, они попробуют. А Россия... У них большие шансы, что так и будет. Да и Россия это в какой-то степени упрощает ситуацию. Ну, согласитесь, что завоевывать Галичину, это и хлопотно, и дорого, и потом себе же дороже. А сдать ее полякам, в принципе, вы же поймите, чтобы вы понимали. Главная задача – деноцификация Украины. Вот с учетом того, что бандеровцы учинили волынскую резню, это вырезали поляков сотнями тысяч, вот лучше, чем поляки, деноцифицировать бандеровщину, даже россияне так не сделают. Россияне не смогли этого сделать, Хрущев их, так сказать, простил. А поляки не простят. Там такая будет деноцификация, там на стену полетут бандеровцы. А по деноцификации есть вопросы. Тут Медведев немножечко обозначил контуры, что это такое. Из его слов выходит, это отмена языковых законов. Да чушь это все. Ну вот мне тоже кажется, что это как будет. Да чушь это все. А как ты думаешь, вообще возможно, как видит наше правительство процедуру деноцификации? То есть что оно вкладывает в это понятие? Я не знаю, мне никто не докладывал, что думает российское правительство. Я просто всегда был сторонником такой мысли, она всегда была правильной, что политика это искусство возможного. Насколько будет возможно проводить ту или иную политику, настолько она и будет проводиться. Что мы сейчас будем говорить о том, что у нас будет, если мы еще не знаем, когда, на каких условиях и, соответственно, в каких границах будет закончена война. А от этого зависит в том числе и ответ на твой вопрос. А с вопроса тебе из чата, долги Киева подлежат навешиванию на кого-то, кому надо? Да забудьте о долгах Киева. Никаких долгов Киева уже никому платить не будет, с любой стороны. А Россия, допустим, если возьмет под контроль территорию? Забыли все долги. Не будет никаких долгов. И гражданских тоже. Люди, которые там кому-то банком были должны, все это спишется. Ну, это понятно, что когда, как бы, людей освобождают, мне больше нравится этот термин освобождения, то, да, тут старые долги обнуляются, потому что и так не сладко на самом деле. А там чисто технологически, ты же по-другому не порешаешь. Банковская система старой Украины будет разрушена. Как это все вот перенести? Да никак практически нереально. Так, пишут, передать, что все мы смотрим. А вот ролик про ополченцу республик только что... А, ну да, посмотрели, да, мы ролик твой про... Ну, меня попросили, да, люди, потому что действительно проблему все боятся озвучить, потому что действительно многие люди задают вопрос, действительно есть такая проблема. Но я понимаю, почему республиканскому руководству это неприятно. Потому что объяснять своим жителям, почему вот так получилось, ну, не каждый лидер может. Ну, а так как я пообещал это сделать, я это сделал. Действительно, многих ополченцев Донбасса, которые не имеют никакого опыта, никакого боевого, то есть, в принципе, и студенты там, и работники там, культуры и так далее, они взяли, дали им автоматы, и некоторых бросили в Сумскую область. Там везде они, в том числе на Сумской области, там, трансцензионистские потери. И, ну, вот я объяснил, почему это было сделано, и какова вот роль, и почему я считаю, что это не меньше герои, чем там солдат, подбивший там какой-то танк. Ходоковский вчера писал на эту же тему, причем он писал по поводу, что с людьми, которые с ними вместе сражаются, то есть, выполняют абсолютно равные обязанности, ну, вот, получилась такая печальная ситуация. Ну, получилось, да, к сожалению. То есть, мобилизованные, они как-то ограничены. Ну, вот, среди них, кстати, подразделение Ходоковска тоже мой друг сражался, вот точно такой же мобилизованный. Ну, то есть, там даже сложно разделить, что они выполняют меньше каких-то обязанностей. Да нет, они выполняют важнейшие обязанности. Поймите, в армии нет неважных обязанностей, особенно на линии фронта. Все там, вот, когда зачищается дом, у каждого расписана своя роль, и если человек не выполнит свою роль, он подставит все подразделение. Это ответственная работа, даже если ты не стреляешь противника, это все равно ответственная работа. Если ты выявляешь вражескую точку, вызывая огонь на себя, это наиважнейшая задача, это самая опасная, самая рискованная. Ну, я-то охотно верю, что все важны, и как бы, и платить-то уж надо действительно, потому что у людей семьи, люди бросили работу, по сути. А вот это вот руководство должно задуматься. Я не понимаю вот этого действительно. Ну, возможно, мне кажется просто, что это вот обычный такой чиновничий бардак. Скорее всего. Не додумали, просто не додумали. Я думаю, эта тема будет подниматься, и все-таки эту проблему решат. Спрашивают, как можно впоследствии вернуть доверие жителей тех городов, которые сейчас под обстрелами? Оно само по себе вернется. По мере того, как люди увидят по новой жизни, что их жизнь улучшается, и что это стоило того. Если не будет такого, значит доверие не вернется. Все просто. А, ну, если жизнь людей будет улучшаться, тогда... Конечно, если они увидят, что в результате у них жизнь стала намного, намного лучше, полноценнее, и все это забудется, какие страдания в Великой Отечественной войне. А, слушай, ну хорошо, вернуть доверие, потом можно будет там включить пропаганду на полную мощность, улучшить жизнь, хорошо. А вот как людей не заставить, наверное, это некрасивое слово, замотивировать не брать оружие против армии РФ, ну, те, кто еще без оружия, вот сейчас, когда они находятся под прессингом украинского... Но сейчас самый лучший способ, это страх. То есть, чтобы они понимали, что будет вероятность гибели очень большая, вероятность нанесения противной стороне потерь минимальна. Вот та тактика, которую сейчас выбрала Российская Федерация, она очень здорово удерживает многих людей от того, чтобы они взяли в руки оружие. Только страх. На данном этапе только страх. А вот митинги, которые проходят в Мелитополе, в Херсоне, по-моему... В Мелитополе уже не проходят, в Херсоне там проходят, потому что у меня информация напрямую, там ребята просто не совсем правильно взялись за это дело, но я думаю, по опыту Мелитополя эта проблема там тоже решится. Там выхватывает... Стандартная схема, выхватывается пара десятков активистов, после этого все затекает. А мне знаешь, что было удивительно? С незаконными митингами в России абсолютно замечательно борются. Вот последний митинг, где пытались выйти за мир, там не дали даже собраться. Ну, в России эта проблема решена уже давно во многом, да, активисты давно выхвачены, с ней проведены профилактические беседы, некоторые, так сказать, получили административное наказание, некоторые даже уголовное наказание. Соответственно, сейчас эта база уже довольно, ну, как бы, трижды задумывается, стоит ли. А отсюда малочислено. В Беларуси точно так же порешали проблему. И точно так же будет решена проблема в Украине. Там, как говорится, ничего нового придумывать не надо. Ну, вот меня удивляло, что они вообще собираются, потому что у нас вроде как с этим все нормально уже, все, мы умеем. Там собираются, потому что у них многие люди, они еще слушают украинскую пропаганду, даже когда вот на линии фронта, в том же Херсоне, они украинскую пропаганду еще слушают. И не верят, что сейчас ВСУ перегруппируется и пойдет наступление. У них вера такая есть. Да, и вот, кстати, вопрос, информационная война, как обстановка, вообще удается ли донести, ну, до людей, которые пытаются узнать информацию сами, они наверняка видят и тебя, и наши каналы. А вот те люди, которые верят безоглядно украинской пропаганде, до них каким-то образом удается донести? Нет, сейчас нет. Ну, это нормально. То есть, вот эти люди, которые сейчас безоговорочно верят киевской пропаганде, у них путь уже предначертан. То есть, после того, когда они поймут, что придет какая-то критическая точка, что их реальность, которая их окружает, не совпадает с той виртуальной реальностью, которую им на уши вешали, они начнут сомневаться. После того, как они начнут сомневаться, придет следующая стадия разочарования. Потом у них будет апатия. Вот когда они наступят в апатию и попадут, вот тогда, как говорится, берешь за жабры, и они начинают слушать всех остальных. Пока это бессмысленно. Когда как горохом об стенку. Но потом стенка превращается в что-то аморфное, и тогда можно с этими людьми что-то делать. А насколько Зеленский подвержен своей же украинской пропаганды? Знает ли он правду, или он тоже находится вот в этом коконе информационной? Знает, конечно. Знает, конечно. У него выбора-то нет. Он уже подписал свой приговор, и он по нему идет. Ему не нравится, но, как говорится, уже все. Понятно. То есть им не манипулируют в данный момент? Он знает? Он понял, что он лох, попал в очень нехорошую ситуацию, сам виноват. Но, как говорится, на данном этапе это уже не имеет никакого значения. Спрашивают примерные сроки окончания спецоперации. Можешь назвать? Все зависит от того, на какой стадии в ССУ посыпятся. Если не посыпятся после разгрома донбасских котлов, а там эта операция будет, я думаю, не менее месяца, то тогда нужно будет еще хотя бы месяца два. Если не посыпятся, а будет еще серьезно, там просто намечается, я буду вечерний этот обзор делать, там намечается очень серьезная заруба. Там не только будут донбасские котлы организовывать, там противник организовал довольно серьезные резервы, там будет мясорубка конкретная. После того, как это сражение будет закончено, у ВСУ, скорее всего, подразделений нормальных уже почти не останется, ну там за редким исключением. Из-под Киева переброшены боеспособные части, много частей, из центральной, западной Украины, даже с южной Украины. Сейчас многие вот с Одессы 28-ю бригаду уже начали раздергивать на Николаевское направление. То есть резервов нормальных боеготовых очень мало. Там в тылу остаются второчередники, то есть те, у которых мобилизовали, у которых нет тяжелой техники. Ну у многих есть там, когда-то они там были в зоне АТО. Все. То есть это все равно уже гораздо менее боеспособные подразделения. И вот то, что сейчас будет решено в районе Донбасса и в районе восточной части Днепропетровской и Запорожской областей, вот это будет и в районе Харькова, вот это будет все, это все решится. Там все решится. И там будет заруба еще пару месяцев точно. Смотри, украинские власти эвакуируют своих граждан в Запорожье. Вот люди, которые эвакуированы в Запорожье, в Днепропетровск, рискуют ли они попасть на первую линию огня? Нет, ну тут кто останется, да, они же имеют право и дальше поехать. А ты знаешь, я читала, не знаю, насколько это правда, но я читала, что не дают выехать дальше. Да ладно, там были моменты, да, эксцессы были, кого-то расстреливали, но я думаю, это связано с тем, что кто-то охотится на деньги. Там же сброд оружие получил, а если у него сброда есть информация, что кто-то выезжает, то все же прекрасно понимают, что ребята выезжают с бабками. То есть, если зажиточная семья собирается, они же соседние, там, ополченцы или как там, не ополченцы, они самообороночек, тероборона. Тероборона, да. Они же друг друга знают, да, в соседнем подъезде Вася, а он был директором фирмы, там, либо хозяином предприятия. У него дорогая тачка, они видят, что он собирается выезжать. Ну, это же, это же сепаратист чистой воды. Ну, то есть, это не принято решение. Он даже если еще не стартовал, с первой передачи не стартовал, он уже не остановился на требования теробороны. Естественно, уже почти наверняка будут расстрелять. А вот ты получаешь информацию с мест, насколько все-таки кошмарят вот эти теробороновцы, людей? Ну, по-разному бывает. На самом деле, совершенно по-разному бывает. От города зависит. Опять же, от того, кто взял оружие. В теробороне разные есть люди. Есть убежденные. Ну, реально есть там убежденные. А есть откровенные, отмороженные бандиты. От этого зависят их действия. Если он убежденный, то он действительно старается навести порядок. Он считает, что он охраняет свой район. Он искренен там в своих заблуждениях, как говорится в фильме, да. Это таких тоже очень много. Но, к сожалению, для жителей Украины очень много и бандитов получило оружие. А вот от них одни проблемы. Понятно. А вот еще вопрос. Есть человек, который рисовал карты БД и делал обзоры. Ну, да, и он потом написал, что ему позвонили из высоких кабинетов и попросили этого больше не делать. А, Юра, к тебе кто-нибудь обращался с просьбой там, допустим, делать, не делать, что-то сказать, что-то не сказать? Не было такого, да? Не было такого. Пока такого не было. Ты вполне всех устраиваешь. Дело не в том, устраиваю или нет. Я просто говорю, я таких просьб не получал. А устраиваю или не устраиваю, это же такое дело. Ну, понятно, не получал. А какое твое видение по Приднестровью? Ну, пока не будет решена проблема Украины, Приднестровская проблема решаться не будет. А после того, как будет решена проблема Украины, ну, соответственно, в Молдавии будет очень мало шансов не решить ее правильным путем в пользу того, чтобы Российская Федерация была в этом довольна. Нет ли злой иронии в том, что рассадником не нацизма является Западная Украина, но достается больше всего Восточной Украине? Я бы не сказал, что там только Западная. Там рассадник сейчас в Днепропетровске хороший, в Харькове там азовцы хорошо обосновались. Там же как бы уже далеко вопрос не проблема в Западной Украине. А еще вопрос уже по вкладам. Долги понятно, что отдавать не надо. А что с вкладами в украинских банках? Ну, они заморожены, досрочно их снять нельзя, если у кого-то повезло, ее вклады, скажем так, можно будет снять, пока еще украинская банковская система не разрушилась, он может их снять, вывезти за границу по карте. А вообще за границей еще можно обналичить украинские карты? Ну, мне знакомые пишут, кто уехал, да. Да, еще можно. Ну, а иначе, ну, вы прикиньте, миллионы людей останутся вообще без денег. Ну, российские уже нельзя. Нет, ну, российские это другое, как говорят белорусские. Да, другой вопрос. Вы не понимаете, это другое. Это другое, да. Пишут, спасибо тебе за ролик про мобилизацию, с красивой картинкой перестарались. Ну, эксцессы исполнители. Не все умеют, просто такого никогда не было. В армии, в любой армии дури хватает. В любой абсолютно. Вот, спрашивают по поводу газа за рубли. Есть какое-то мнение у тебя? Ну, что, сказали, что будут за рубли. Это хорошо? Это хорошо, конечно. Это правильно. И не только, я так понимаю, не только газ будет за рубли, нефть будет за рубли, еда будет за рубли. Да, уже аграрии обратились с просьбой. Конечно, а зачем? Вы же поймите, тут ситуация в чем. Вот, Запад запретил работать с западным компаниям в долларах и в евро с Россией. То есть, любые доллары и евро операции, они не работают. То есть, получается, ситуация какая? Россия поставляет некий товар вот в эти недунижительные страны. Естественно, эти страны перечисляют на счет российской компании долларов и евровой свои деньги на территории своей страны. А согласно объявленных санкций, дальше эти деньги не идут, замораживаются. Ну, вы вот приходите на рынок, продаете картошку, отдаете. Он говорит, все, вот, твои деньги у меня остаются, то есть, они твои, но я их тебе не отдам. Потому что у тебя документа нет. А, ну, Украина же предлагает именно так рассчитываться за газ и Эстония, как вы говорите. Давайте депонировать и не отдавать. Нет, это детали. Я говорю, почему Россия этого делать не будет? Потому что, ну, там не имеет никакого смысла дрова. Понятно. Виновата Европа и США. Пишут в Одесской области большое скопление частей ВСУ. Будут Одессу штурмовать, как Мариуполь, или оставить до тех времен, когда удерживать ее станет бессмысленно? Нет. Дело не в том, что бои, скорее всего, там будут, но после Донбасса, не раньше. Прогноз по Зеленскому просят, нужен он или его сделают жертвой? Он исчезнет или будет убить своими нациками или спонсорами? Ну, скажем так, пока убивать его смысла нет, потому что он все-таки легитимная власть. Для Запада это очень важно. Если Запад посчитает, что легитимная власть уже ему не нужна, то я за его жизнь не поставлю ломаного гроша. А, спрашивают, как относишься к мнению Стрелкова? Ну, наверное, в начале спросить ты Стрелкова, мнение Стрелкова знаешь? Я даже не хочу его узнавать. С 15-го года я отношусь к любому мнению Стрелкова как к абсолютному бреду. Все? Ну, он все время... Ну, сколько вот жить в Донбассе они дадут мне собрать? Сколько он им обещал уничтожающих наступлений на территорию Донбасса? Я сбился со счета, это были десятки. Не, ну, сейчас у него вообще блестящее мнение. Его украинские пропагандисты сегодня прям залюбили страшным любом. Они всегда его любили. Не, он сказал, что украинская армия молодцы, классно воюет, а вот российская по сравнению с ними, ну, совсем плохо. Знаете, вот если бы не было 14-го года, за вот то, что делает Стрелкова, его вполне могли привлечь согласно российского законодательства. Ну, его не трогать только из-за 14-го года. Еще не вечер. Вопрос. Кто может оформить капитуляцию с украинской стороны? Ведь Зеленский не является условным фюрером и лидером государства, после приказа которого армия сложит оружие. И тем более не будет партизанской войны. Наглядный пример 1945 год. Капитуляцию Берлина принимали же не у тех людей, кто официально был правительством страны, а у тех, кто командовал вооруженными силами на данном участке. То есть капитуляцию принимали безоговорочно у подразделений немецкой армии. Соответственно, кто ими руководит на тот момент, тот может подписать капитуляцию. Причем тут Зеленский. Понятно. То есть, в принципе, те, кто принимает решение о открытии огня, кто дает команду солдат, тот и может... Тот может подписать капитуляцию и дать приказ своим солдатам сдаться. А насколько, как ты думаешь, насколько активной может быть партизанская война? А это зависит от принятых решений и первых действий. Пока, вот если нормально все будет выстроено, будут нормально полицейские участки организованы, будут нормально тылы организованы. И самое здесь очень важное, это первые столкновения. Как только первые столкновения российские войска покажут, что там тормозов не будет, будут все уничтожаться безоглядно, все, проблем не будет. Пример. Херсон. Помните, когда была зачистка Херсона, это так называемая терраборона, попыталась остановить российскую корону. Она даже не успела ничего сделать, была покрашена в мелкий венегрет. Все, Херсон, не считая придурков, которые там выходят, но они же не опасны, они просто выходят. То есть никаких, ни терактов, ни стрельбы, ничего. Это сиреневый сад, да? Или как-то парк называется. Да, да, да. Это страшное видео. На самом деле это очень важно. Как только вот первое... А если они одержат победу и за это им ничего не будет, вот так, как говорится, одержитесь. Это очень много от этого зависит. Так, тут говорят, что Стрелков прав, хороша та армия, у которой есть боевой опыт. А вот насколько боевой опыт украинской армии сейчас пригодится им, ну, в тех же самых городских боях? А он уже пригодился, вот, собственно говоря, потому что у российской армии этого опыта почти не было, а у украинской есть, они еще могут оказывать довольно серьезное сопротивление. Он действительно полезен. Ну, то есть, действительно, опыт украинской армии, даже такой, который был... Конечно. А за сколько времени вообще армия набирает боевой опыт? То есть, сколько... Ну, от обстоятельств зависит. Ну, это же ситуация, что нельзя вот взять и нарисовать, разбить на куски. Ну, можно ли сказать, что за месяц те подразделения, которые участвуют в активных боях, уже российские, набрали необходимый опыт для того, чтобы сравняться с украинской армией? Какие-то смогли набраться, какие-то нет. Разные подразделения находились в разных условиях. Понятно, хорошо. Я просто пытаюсь понять, когда... Опять же, зависит от того, вот, да, было какое-то боестолкновение, вычислили, что есть проблема, да, в офицерском составе. Офицер не соответствует должности. Если его снять и поставить того, кто будет соответствовать этой должности, естественно, это резко усилит боеспособность. Если нет, то ничего, этот опыт... Да, конечно, кое-что, но далеко не то, что мог бы дать. Это очень многовариантная проблема, и вот так нельзя, вот месяц, там, два и так далее. А армия ЛДНР, она насколько опытна? А вот она опытна, вот особенно старая часть имеется в виду. Новые там, конечно, обнять и плакать, а старые, они очень... Их опыт тоже пригодился. Обратите внимание, что на передке вот в Мариуполе ДНРовские войска. Еще обращают внимание, то, что ЛДНР освобождают довольно хорошо, резво и без таких сильно кровавых столкновений. У них ситуация проще. Ну да, у них там поменьше было укреплений, это понятно. То есть то, что, ну, все равно как-то... Ну, с Попасной до сих пор справиться не могут. Ну да. А армия ЛДНР уже в Волноваху взяла, Мариуполь во многом взяли, благодаря, в том числе, российской помощи. И сейчас прорываются, ну, там в Горловке, там российские войска тоже есть, конечно. Ну, тем не менее. Вот вопрос... Опять же, Марьинка, там же ЛДНРовские войска. Ну, да, понятно, они свои территории освобождают с большей охотой, наверное, чем будут. Не, ну почему? Я к тому, что ЛДНР, что Попасной не их территория. Нет, я бы не сказал бы, что ЛДНРовские войска более боеспособны. Я думаю, Донецкие боеспособнее все-таки. Возможно. Спрашивают, могут ли вы нынешние ВСУ воевать на нашей стороне? Или это невозможно? Я не совсем поняла вопрос. Я думаю так. Я понял примерно вопрос. Я считаю, что после того, что Украина будет деноцифицирована и пройдет какое-то время, это промоются мозги обратно, другого варианта нет, вот тогда можно будет через время собрать такую армию на Украине, которая будет плечом к плечу воевать, либо, если надо, ну, дай бог, не надо будет воевать, дальше за общие идеи и за общие цели. Это все будет неизбежно. Пишут, по опыту армия ДНР это уже спецназ. И вопрос, слушай, ну, это вопрос, который, наверное, всех интересует. Я сейчас тебе его задам. Могла ли Россия решить подобным образом украинский вопрос в 2014-м, когда и армии такой у Украины не было? И на момент мая 2014-го тот же АЗОВ насчитывал всего 70 человек. Нет, не могла. Вернее, конечно, военным путем решить проблему Украины она могла, но мы же понимаем, что главная проблема не военная сейчас, а противостояние с Западом. Она получила ровно такие же санкции. И в 2014 году она бы их не выдержала. Это была главная проблема, которая не позволила России тогда в 2014 году пойти до конца. И как бы там, ну, Стрелков просто показывает, насколько он недалекий человек. Ну, я общался с ребятами. Многие ребята, которые работают в ополчении, они о Стрелкове очень невысокого мнения. Ну, это не мои слова, я передаю слова офицеров. То есть его уровень – это максимум рота-батальон. Все остальное у него там не хватает, так сказать, знаний, чтобы понимать задачи, что и зачем стоит. Соответственно, когда он говорит, вот, надо было в 2014 году идти до конца, он говорит о том, что он абсолютно не разбирается ни в экономике, ни в политике. И он не понимает, что Россия бы рухнула бы в 2014 году, если бы пошла бы до конца. В силу объективных экономических и политических обстоятельств. Интеллекта у него на это не хватает, к сожалению. Ну, он, собственно говоря, полковник ФСБ, он же не политик, не экономист. То есть, подытожим, в военном отношении Россия могла, и это был бы вопрос более легкий. Вообще нет, без проблем. Без проблем. А дальше что? А в экономическом… Рухнуло бы. Рухнуло бы. Конечно. Хорошо тогда. Ну, как бы все равно. Ладно, хорошо. Я-то просто считаю, видишь как, это даже не Стрелков, это я считаю, что, наверное, неспособность наша в 2014 году экономическая пойти на это сейчас стоит жизни многим людям. Вы поймите, а если бы Россия проиграла войну экономически, и рухнула, и свалилась бы в 90-е, скольки бы людям это стоило бы жизни? Как считать? Не знаю, видишь. Ну, я считаю, что в 90-е годы Россия потеряла миллионы жизней. Ну, да, в 90-е много, да, конечно. Миллионы. А суммарно, если по кумулятивному эффекту, то десятки миллионов. Вот как посчитать? Так, в нынешней ситуации им доверять невозможно. Это про ВСУ. И пример сразу приходит, перехода. Ну, мне кажется, это такие частные примеры, кому-то можно доверять, а кто-то так переходит, чтобы не убили. Дело не в этом. Сейчас очень важно показать солдатам ВСУ, что у них есть выход. Поймите, когда была Великая Отечественная война, приказ был немцев брать в плен не потому, что кто-то их очень любил, а потому, что это способствовало дальнейшей сдаче в плен остальных. И когда немцы в 1942 году очень неохотно сдавались в плен, например, по итогу Сталинградской битвы было окружено 330 тысяч человек, а сдалось в плен менее 100 тысяч человек. То есть три четверти предпочли погибнуть в боях. То уже когда была белорусская операция, через полтора года, большинство немецких солдат сдалось в плен, понимая, что ничего с ними там не случится. Как вы считаете, стоит это того, чтобы брать в плен и нормально к ним относиться, чтобы ваши же солдаты потом не гибли, пока ВСУ сопротивляется? Нет, это не вопрос отношения к пленам. Тут все понимают, как бы, и все видели реакцию на наших плен. А искренность уже не важна. В данном случае не важна искренно. В данном случае важен результат. Все понятно. Стоит и обменивать надо. Ну, как бы, все понимают, что обменивать надо, потому что с нашими обращаются. А слушай, а вот это видео с пыткой, пленами, которая появилась в сети, оно же было специально заброшено для озверения? То есть нельзя... Но эффект получился абсолютно обратный. То есть весь мир, даже западный, возмутился. Ну, понятно. То есть это нельзя сказать... Они вот перебросили во Франции распространять листовки. Вы знаете, что эти нацисты, Азовы это нацисты. Это по ним так ударило. Это очень сильно по ним ударило. Они сделали огромнейшую ошибку. Ну, это, возможно... Они-то, может быть, сделали и правильно, но то, что пошло... Огромную ошибку. Хорошо. Не, ну, ошибку-то... Ладно, не буду говорить по этому поводу, потому что я видела мнение и вообще боль. Сама видео все не смотрела. Ну, как бы я... Ну, с точки зрения политической, это была катастрофическая ошибка для Киева. Смотри, но ведь, допустим, не выпуск людей из Мариуполя до того момента, пока не было российскими войсками разблокирована возможность выхода. Это же тоже политическая ошибка? Ведь весь мир видел, что... Нет, почему? Нет, весь мир не знает о том, что это делало именно УСУ. Весь мир считает, что это делала российская армия. Понимаете, вопрос не в численности, а вопрос в том, насколько это имело серьезный эффект. Наглядный пример, вот вьетнамская война. Вьетнамская война была американцами в военном вопросе выиграно, в политическом проиграно. Причем им пришлось убегать с Вьетнама Южного позорно, и это было их поражение. Они во время войны убили несколько миллионов вьетнамцев. И наплевать всем было на то, сколько миллионов вьетнамцев было убито. Но когда американские солдаты зачищались, забыл название деревни в Вьетнаме, и об этом узнали весь мир, причем солдаты сказали, зачем они это делали, убивали мирных людей, жителей, детей, женщин. И это стало известно в американском обществе, это произвело эффект взорвавшейся бомбы. И вот благодаря вот этому сюжету, а там было убито всего несколько десятков человек, если можно так говорить, по отношению к миллионам, вот именно он сыграл роль. И поэтому на самом деле, вот то, что много людей сейчас в Мариуполе погибло и были, там, город закатан в асфальт, вот западному обывателю наплевать. А вот этот момент, который докатился, что вот они, нацистские преступники, действуют как нацисты, как и гиловцы, это произвело эффект. Не в количестве дела. Здесь важен именно, какой эффект был произведен. Понятно. Ну, будем надеяться, что этот эффект сработает на то. Он уже работает. Работает. Хорошо. Просят узнать у тебя, будет ли символично, если к 9 мая Украина капитулирует. Ну, я тогда в догонку свой вопрос. А вообще, возможно ли к 9 мая? Маловероятно. Ты уже ответил. Нет, маловероятно. Так, ну, спрашивают, когда освободят Северодонецк? Ну, уже скоро. Операция по... Окотлованивание этой группировки уже пошла. То есть, сегодня под горлоком и до сих пор, ну, не знаю, вечером еще не созванивался с ребятами. Ну, на обед работала артиллерия ДНРовская, Российская очень плотно по этому региону. То есть, прорыв там идет. Я так понимаю, сейчас перегруппируется немножко день-два российские войска под Изюмом и пойдут в свой прорыв. И там уже участь этой группировки будет предрешена. Наш чатик подсказывает тебе, что вьетнамская деревня называлась Сонг Ми. Да, Сонг Ми, правильно. А вчера во взгляде была статья, ну, это уже личный вопрос пошел, статья о том, что число твоих подписчиков на Ютубе превысило число подписчиков Ширия. Странно, конечно, что это является темой для... Но вот как ты-то сам к этому относишься? Ну, как? Ну, наверное, все-таки положительно. Все-таки зрители дают оценку в моей работе и работе Толика. Анатолий просто показал, что в данной ситуации он абсолютно безумный. Он не знает, что говорить. Вот я вижу, он не знает, что говорить. То есть та парадемия, о которой он для себя выстроил, она разрушилась 24 февраля. А в новой он себя найти не может. Он-то себя позиционировал как политик, политической партии, лидер политической партии на Украине. А сейчас это не имеет значения, будет значительная часть его актива партии и сейчас активно выступает с русофобскими позициями. Естественно, лидер партии должен либо идти против них, соответственно, против своей партии, либо поддержав ее, а все, что его подписчики, они противники нынешнего киевского режима. То есть он попал в такой политический соус-ванг, из которого выхода нет. Плюс у него вторая проблема. У него все активы в Европе. И, соответственно, если он активно поддержит, например, Россию, у него есть большие шансы лишиться всех своих активов, как господин Чичваркин, например, да? Который в Европе у него есть. Да, а господин Чичваркин Россию не поддерживал. Нет, он как друг Путина выступал, и на него же наложили санкции. Если на господина Шарьяв наложили санкции, хотя он гражданин, конечно, Украины, тут вопрос сложный. Тем не менее, риск тоже у него такой есть. Он такой на политическом шпагате, и, честно говоря, для него нужно было, ему все-таки надо определиться. Он должен понять, что сидение на двух стульях уже не получится. Вот как вчера российская власть уже убедилась окончательно в том, что и российский народ показал, что никаких договоров с нацистской Украиной быть не может. То есть, никто власть этого не простит. Вот точно так же и Шарью. Чем дольше он тянет своим определением, тем он делает хуже, если он хочет иметь какое-то политическое будущее либо еще какое-то будущее для себя. Сидение на двух стульях закончилось. И каждый определяется. Насколько я поняла, он сейчас выступает как противник войны из-за мирных жителей. Но можно ли сейчас занимать такую позицию или надо все-таки занимать сторону? Нет. Надо занимать сторону. Это не позиция. Это попытка усидеть на двух стульях. Если Анатолий будет продолжать этим заниматься, ну да, он будет проживать как обычный украинский гражданин в Европе, но очень быстро перестанет быть тем, кем он был еще месяц назад. А кем он был месяц назад? Очень серьезная политическая, ну не политическая, фигура информационного пространства, так называемым лидером общественного мнения. Сейчас он такого им уже не является. Ну да, я от него отписалась после того, как он... это дело не в отписании. Дело действительно, потому что мнение стало не очень интересно, ну как-то... А есть ли оно это мнение? Ну, черт его знает. Опять же, ты же сам говоришь, что человек находится в Европе, а там уже... Есть люди, которые находятся в Европе, они тоже определились, и вот в данном случае неважно, куда он определится, какую сторону, но ему надо определяться. Естественно, в сторону украинской оппозиции, официального Киева, он не может себе позволить определиться. А в сторону России он боится. Он тоже не может себе позволить определиться? Я объясню причины. А это его личный выбор. Все, хорошо, ладно, хватит. Спрашивают прогноз по Маринке, можешь дать какой-то прогноз? Зачищают ее, зачистят, потом Красногоровку уже там все определено. Спрашивают, Славинск сильно укреплен, будут его брать? Укреплен. Ну, там сама по себе и гора Карачун хорошо укреплена, и, соответственно, и... Там же пока гора Карачун, по примеру, Изюма, то есть пока Карачун будет под ВСУ, очень трудно будет это все штурмовать. Я с ужасом думаю, что будет со Славинском. То есть, вполне может ли быть судьба Славинска похожа на Варюкль? Скорее всего, там будет не так, там скорее всего будет брать не Славинск, там Микромоторс, сначала возьмут Карачун, а потом все остальное ляжет. Почему сейчас не берут Северодонецк и южная часть рубежная? Потому что есть Лисичанс, который возвышается над ними. Нет смысла их брать, это просто... В Изюме надо было прорубать окно, там вариантов не было, надо было проламывать, поэтому пошли на пролом. Здесь такой ситуации проблемы нет. То есть, скорее всего, Славинск будет брать сначала Карачун, а потом, скорее всего, будет ровнять землей, точно так, как и Саур-Могилу в 2014 году будет ровнять землей. А потом уже будет браться все, причем там будет применено все по нему. И еще вопрос, смотри, целый месяц российская армия уничтожает военные объекты Украины, в том числе аэродромы, и все равно до сих пор взлетают. Откуда они взлетают? Ну, если кто не знает, то вообще-то нет такого понятия, что раз уничтожили аэродром, и он больше не рабочий. То есть, есть определенные процедуры, ты можешь быстренько закидать воронку, залить новую, так сказать, взлетку бетоном. Это же не лайнер сажать, 200 тонный, это истребитель, у него есть, в принципе, он из грунтовки может взлетать. Но в данном случае это ввести его обратно в состав, это вопрос нескольких дней. И что тогда делать, чтобы? Еще раз выводить из строя. И пока? И вот так, пока там кто-то будет что-то использовать, опять же, для Байрактара, например, там длина взлетной посадочной полосы, там несколько сот метров. То есть, можно с любого куска его запускать и на любой кусок сажать. То есть, это понятие вывели из строя, это очень условно. Спрашивают вопросы про московский патриархат, внесенный законопроект в Раду о обязательном переходе в ПЦУ, иначе все, враги там Украины. Зачем это делать? На данном этапе это уже не важно. Ну, а, понятно. То есть, теперь уже... Они считают, что они победят и пользуясь случаем они решили решить в том числе эту проблему. Но на данном случае это уже не важно. Последний вопрос, и отпускаю тебя, хотя вопросов будет много, последний я говорю для чата, больше не пишите. Олег Царев озвучивает проблему и ее мгновенно начинают решать. Похоже, у него прямая связь с Кремлем. У него какое-то предназначение? Ну, насчет предназначения не знаю, есть ли, но то, что у него прямая связь возможно ли, что это будет, так сказать, представитель... Я не исключаю такой возможности. Ну, данных, естественно, у меня нет. В принципе, кандидатура мне нравится. То есть, если будут выборы, ты за него проголосуешь? Я уже сказал, выборов не будет. Нет, ну, мало ли, у нас Кремль, у нас любят легитимно все делать. Ну, в Кремле выборы, ну, как, Юль, как ты себе представляешь, в Кремле выборы, да? Так, мы выносим на голосование, кого будем ставить... Не-не-не-не, не в Кремле выборы, выборы нового президента в Украине. Я же тебе сказал, не будет там никаких пока выборов. Ну, вообще, как бы от нашего Кремля всего можно ожидать. Да не будет. Пока не будет гарантирован результата, никто это ничего проводить не будет. Хорошо, хорошо. И просят тебе передать благодарность за труд и пожелание отдохнуть. Спасибо. Ну, ты вообще выглядишь гораздо лучше, чем в прошлом. Я вчера впервые семь часов поспал. А, ну, это заметно. Впервые. Это же праздник. Здорово. А вообще, сейчас уже попроще стало через месяц? Ну, первая неделя была самая тяжелая. Хотя, сейчас вот это тоже момент, когда все устали, это тоже нужно как бы все это поддерживать в людях. Так сказать, бодрость, силу духа, это тоже сейчас момент очень... Ну, скажем так, это сейчас тоже такой второй тяжелый момент до первой серьезной победы. То есть, Мариуполь будет взят, все, уже легче. Когда будет разгромен Донбасский котел, вообще все упростится. Настолько все упростится, что можно будет отдохнуть. Ну, вообще, Мариуполь, он практически взят, насколько я понимаю, там есть отдельные... Ну, еще там есть, где сражаться, защищаться. Еще покопаются. Вспомни, Донецкий аэропорт, там тоже вот оставалось, там несколько десятков человек, они же держались долго. Они там в основном держались, потому что была на договоренности ротации, там вот это вот неважно. Важно то, что держались. И там побольше, чем в Донецком аэропорту все-таки пока боевиков. Побольше. А насколько высоко мотивированный Азов, который сидит в Мариуполе? Ну, как в ИЦКО? То есть, они понимают, что живьем их брать не будут. А почему они не воспользовались коридорами, которые им давали? Ну, откуда я знаю, почему они не воспользовались коридорами, которые им давали? Ну, это вопрос, никому не. Просто мне для меня, допустим, странно. Они идейные люди, пойми. Вот почему-то в России не понимают, что нацистская идеология это все равно идеология. И на самом деле, чтобы победить страну с идеологией, нужно иметь идеологию. И на сегодняшний момент, ну, я могу уже с удовольствием сказать, что Россия просто обречена иметь идеологию. Потому что иначе она борьбу против Запада не выиграет. И то, что еще недавно российская элита рассказывала, что нам идеология не нужна, мы как-нибудь без нее проживем, уже нет. Вот эта вот война, она уже предопределила то, что Россия будет с идеологией. Не важно какой. Важно, что вариант без идеологии уже не работает. Чтобы победить в этой войне, нужна идеология. Ну, победить, да, но мне кажется, это очень важно, какая идеология для граждан страны. Нет, я не говорю, что мы сейчас просто не будем опускаться в дискуссию, какая должна быть идеология. Просто сам факт, что она уже будет. По сути, война, это уже идеология. И вот вчерашний день, когда, ну, народу Российской Федерации показалось, что кто-то вверху, хотя этого не было, идет на сговор с нацистами и дружно вот так вот сбрыкнулся, это уже говорит о том, что в низах этой идеологии идти. Если верхи эту идеологию не примут, плохо им будет. Ты знаешь, что меня удивило? Меня удивило те каналы, те посты, ну, люди, которые писали всегда по умолчанию про решение наверху хорошо, вот всегда абсолютно. В крайнем случае, если уж совсем было такое не очень решение, они молчали. Даже они вчера высказались. вот это говорит о том, что вот у народа идеология есть. Причем без паузы, то есть не подождаем. Если вот эту идеологию элита не примет, значит в России будет другая элита. Это не то, что кто-то хочет, либо не хочет, вносит раскол. Эта история показывает, что это неизбежно. Понятно. Глубинный народ, о котором нам так долго говорили, наконец-то проснулся. Это неизбежно. Я стараюсь тебя особо не дергать, правда. Ну, иногда, как вчерашний случай, прямо он прям... Спасибо. Спасибо огромное. До встречи. Да, может кто не знает, Юля, твои зрители мои, кто не знает, вот Юля породила вот это чудовище в интернете, которое вы сейчас видите. Ну, не Юля, я не готова... Ты одна из нескольких человек, которые это породили. Вот это правильно. Я одна из нескольких... Ты много недель меня тащила в YouTube. Ты много недель это делала. Нет, Юр, ты тогда создал классную интригу. Твое... Твое появление на экране вызвало фурор. Именно поэтому я, Юля, никогда не отказываю. Спасибо, Юра. Спасибо огромное. Вот. Ну, и тебе желаю всего хорошего, отдыхать. Спасибо. Побольше сводок с фронтов. Ну, какие сейчас сводки, на самом деле? То есть то, что доходит. Есть кое-что. Ну, то, что ты даешь. Вот. Всё. Огромное спасибо. До встречи. Пока. Пока.